Я прокатился на гереке, хочу прокатиться на ламбаржине. Вот это моя вторая мечта. Это более подростковые планы. И научиться ходить, конечно. Это как бы в первую очередь. Фунтик, конечно, не премиальный спорткар, но его лошадиных сил хватает, чтобы подарить мальчишке незабываемые эмоции. Да и пользы гораздо больше. Привет, Фунтик. Привет, Фунтик. Ипотерапия – лишь одна из форм реабилитации, куда Елена Орлова водит Даню и Ваню. В полтора и два года ребятам поставили диагноз – детский церебральный паралич. Сейчас двойняшкам по 13. За эти годы женщина перепробовала всевозможные практики и методики лечения. Никогда не опускала руки, чтобы здоровье сыновей улучшилось. Ей говорили, что ходить они не будут. Совсем. Ну вот оно чудо, которое и не чудо вовсе, а бесконечная работа специалистов и безграничная любовь мамы. Мы уже 10 лет ездим в Калубу, в Центр Шамарин. Это один из лучших центров, но он платный, к сожалению, платный. Но с каждым разом, после каждого лечения, после каждого курса реабилитации, детям лучше. Если Даня изначально, он просто лежал на животе и не мог ничего делать, то после каждой реабилитации ему чуть-чуть, но лучше, чуть-чуть, но лучше. Сейчас уже ходит он на костыликах, может уже ходить самостоятельно. Особенно, когда девочек видит, он костылики бросает, и уже там 15-20 шагов он делает сам самостоятельно. На трёхнедельный курс реабилитации для Даниила и Ивана нужно по 183 тысячи рублей. В год таких программ ребятам требуется минимум две. И это не считая посещения бассейна, массажных кабинетов и осмотров в клиниках. Каждый из нас может помочь мальчикам чуть более уверенно стоять на ногах. Маргарита Аксёнова, Виталий Петренко. Программа «Такой день» на мире Белогорья.